приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня приготовим итальянский бекон панчетто именно в оригинальном виде мы готовили жалкую копию года полтора назад но делали его не рулетом а делали просто ну вот привычным нам беконом сегодня готовим по классическому рецепту классическую панчетто получится вот такой вот рулет очень вкусный очень классный в первую очередь о мясе для приготовления нам понадобится свиная грудинка и как еще почеревина называют да вот такая вот смотрите степень жирности этой грудинки зависит от ваших предпочтений я люблю мясную грудинку поэтому мы выбрали мясную если вы любите больше сальную то выбирайте там где большее количество сала как бы это это просто на ваш на вас на ваш вкус так как вы не покупаете готовый бекон в магазине а готовите для себя соответственно и мяско нужно выбрать такое которое вам больше нравится о самом мясе друзья я всегда говорю в каждом видео и не стою это повторять когда он на рынке говорят что мясо парное это вас мягко говоря обманывают парным мясо считается в течение двух часов после забоя после этого мясо нельзя использовать для приготовления колбасных изделий но в таком виде то есть если вы купили на рынке мясо даже утром забили животное пока вы его довезли домой уже наступают мясе процессы трупного окоченения это мясо желательно не использовать отдать ему созреть вот для свинины в данном случае эту свинину надо продержать 7 8 дней при температуре 2-4 градуса в холодильнике мясо созреет и тогда риск получить неудачу при приготовлении сыровяленных продуктов сводится к минимуму для приготовления панчетты нам понадобится достаточно большое количество специи плюс посолочная смесь и вот хорошая новость нашли классный интернет магазин в котором можно приобрести но в котором практически полный я люблю общий магазин и не так чтобы нитритную соль покупать подешевле в одном месте там специи в другом месте оболочку для колбас третьем месте потому что так экономишь на стоимости но когда платишь за доставку на почте доставка тем более на украинской новой почте подорожала то получается в результате значительно дороже так вот мы нашли с лариса еще один ну как мы с ларисой конечно я соврал лариса нашла еще один классный магазин в котором практически все ингредиенты для приготовления колбас сырокопченостей но вообще для крафтового такого колбасного домашнего производства практически все вы можете купить в одном магазине для интернет магазина аромат дерева комьюа вот кстати нитритная соль нитритная соль очень дешевая для меня всегда маркером маркером магазина является нитритная соль я знаю ее реальную стоимость я смотрю если нитритная соль стоит адекватно тогда уже все остальное просматриваю и сравниваю цены помимо специй нам понадобится сетка вот такая вот компрессионная диаметром 200 миллиметров тоже покупали ее в интернет-магазине аромат дерева комьюа вообще я на каждую специю на сетку абсолютно на все в описании оставлю для вас ссылки и понадобится вот такой вот бинт да да мы будем ее бинтовать у нас будет практически мумия да нет шучу будет панчета как я уже говорил точное количество специй будет в описании видео но вы часто просите хотя бы рассказывать что нам понадобится значит понадобится коричневый сахар или тростниковый сахар посолочная смесь состоящая из 30 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0 6 процентов молотый мускатный орех далее розмарин крупно молотый черный перец тимьян ягодки можжевельника чеснок и лавровый лист и в первую очередь для того чтобы сделать хорошую такую обмазку из специй для лариса привезла из вьетнама новую ступочку сейчас ее заодно и спробуем хорошую обмазку и специи для нашей панчеты вот так вот в ступочке измельчим чеснок можжевельник с небольшим количеством соли лавровый лист мелкого соков каляки-маляки поломаю то что-то мелко не получается может и так сойдет но лариса потом будет ругаться лариса будет ругаться нет пойдет скажет что я все испортил и лавровый лист забыл в общем перемешиваем все ингредиенты друзья это так пахнет фантастически я вам передать не могу я уже в предвосхищении какая будет панчета надо обязательно в каждом рецепте надо немножко на рукожопить без этого никак или как я говорю в кругу семьи я включил режим рукожопа в общем все это перемешиваем посолочная смесь готова теперь хорошенько укутаем наш бекончик посолочную смесь вот таким вот образом чтобы все 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 покрыть друзья теперь мясо будет солиться в холодильнике при температуре 4 градуса в течение 10 дней каждый день делаем ему массажик вот такой вот обминаем его и переворачиваем часто задают вопрос у меня в мясе выступила вода и она теперь плавает в воде это говорит только о том что вы использовали не очень качественное мясо либо первый вариант вы не дали ему созреть либо второй вариант мясо было замороженное и вы об этом случайно не узнали в таком случае естественно эту воду всю надо сливать если ее немного можно там поднять мясо промокнуть салфеткой если ее много то поднять мясо слить но желательно чтобы специи при этом не слить и точно так же делаем мясу массажик и оставляем его дальше до следующего дня массажируем его каждый день от того как вы будете массажировать мясо зависит вкус будущей панчеты но я буду массажировать хорошо поверьте мне же хочется похвастаться потом на дегустации для вас вкусной панчетой вот так вот друзья есть еще вариант завакуумировать бекон для засолки но опять же таки вакуумировать не очень рекомендую почему потому что если вдруг с мясом начнется ну вот если она начнет отдавать воду то но придется развакуумировать и начинать все сначала в принципе вакууме засаливается лучше в теории но я все-таки предпочитаю вот так вот засаливать вот такой вот сухой засол сделали и все его накрываем пищевой пленочкой затягиваем и в холодильник каждый день массажируем и через 10 дней встречаемся с вами прошло 10 дней и судя по всему лечебный массаж пошел нашей панчете на пользу мой как пахнет божественно друзья это просто нечто вот так вот выглядит мясо после засолки обратите внимание никакой жидкости здесь не выделилась я ничего не сливал ничего не убирал просто обминал ее вот так вот и переворачивал больше реально с мясом не делал ничего сейчас нам ее надо обмыть то есть я не буду этого показывать просто обмываем холодной водичкой от специй при этом конечно пахнет она просто фантастически я реально думаю что очень вкусно получится обмываем от специй и просушиваем бумажным полотенцем далее мясо надо разрезать вдоль расслоить его как бы чтоб получились такие вот тоненькие слои и естественно это делает лариса потому что я со своими корявыми руками боюсь порезать будущую панчету а вы друзья можете написать гневные комментарии но вот все сделала лариса а он будет сам дегустировать вы всегда так пишите и никогда никто не написал вот все делал даниил сам бедненький несчастненький да нет я не бедненький я богатые и счастливые друзья у меня есть лариса и она мне помогает расслаивать мясо разрезаем его не до конца оставляем немножко но сейчас она разрежет то есть разрезаем по жировой прослойки а ты тоже дырку сделала но вообще по жировой прослойки тоже не получится потому что там тоже они не ровно ну да конечно свинья не геометрическая какая-то фигура приблизительно чтобы по одной толщине вот растяни его до конца сколько не дорезаем вот такие вот пласты второй кусочек мяса обработаем точно таким же образом далее приступим к самому интересному к скручиванию панчеты опять-таки можете пожалеть ларису она своими золотыми ручками все это делает а я тут стою держусь за камеру а ничего я сейчас буду завязывать я вот пока подготовлю члены ручки мы же и одним шнурком будем завязывать да скажи мне хлопчатобумажный можно использовать но синтетический шпагад же тоже можно использовать для перевязи то лучше натуральная мне кажется синтетика нейтральная ну ладно в общем используем для перевязи хлопчатобумажный шпагат ну или леной тоже леной точно можно я знаю потому что мы копу связывали капоколу вяленую свиную шею связывали леным шпагатом какая у нас жирная панчетина получается так а ты хочешь давай несколькими перевяжу или ты хочешь чтоб я одно именно перевязал давай как тебе удобно давай просто не и просто нужно зафиксировать ну да нам же именно зафиксировать надо для помещения в сетку пальчик раз давай тебя привяжу к шее ой не к шее к панчете пальчик а сейчас лопнет нитка режим рукожопа надо выключить вот так вот друзья стягиваем теперь друзья надо сделать бандаж для бандажа мы будем использовать марлю можно использовать также коллагеновую пленку и можно использовать любую натуральную оболочку ну вот на мой взгляд в марле и будет лучше всего просто заворачиваем вот таким вот образом и далее используем компрессионную сетку от нашего любимого интернет-магазина аромат дерева ларис подержи эту штучечку пожалуйста а вот просто поставили и подержи что ж такое еще и звонит кто-то трубу используем исключительно как матрицу для того чтобы удобнее было поместить нашу панчету в сетку достаточно запускай берлогу как говорили бессмертные ильф и петров не хочет влазить ларис у нас катастрофа мы не рассчитались толщиной панчетты в общем друзья вот такая вот гребля не хочет она залазить слушаю не пролезет реально все дальнейшие действия происходили как мультики про вини пуха и кролика это все потому что кто-то слишком много ест нет это потому что все потому что у кого-то слишком маленькие двери держи трубу почему друзья мы пожадничали и сделали панчету очень толстой сейчас теперь расправим бандажик видите мы протянули таки она у нас будет формироваться панчете быть далее друзья следует перевязать с двух сторон вот так вот уплотняя всю конструкцию честно говоря в определенный момент я забоялся что панчета не пролезет через сквозь нашу узкую трубочку но как видите все обошлось здесь завяжем посильнее потому что мы ее будем подвешивать блин дашь кто шить и веревки делает не знаю последнее время веревки стали или я просто очень сильный стал или веревки стали чуть-чуть натягиваю и все веревка рвется в руках вот такая вот красота у нас получилось чик тададам и так все дружно ставим ларисе лайки за то что она помогала мне да вообще все делает она я бездельничаю и только держу камеру друзья отправляем нашу панчету на вызревание вызревание при температуре 10 12 градусов влажность желательно не ниже чем 75 процентов идеально это делать в камере для созревания суровый колбас климатической камере кстати я собираю контроллеры для климатических камер с помощью которых можно любую любой холодильник даже старый советский донбасс или днепр превратить климатическую камеру ссылочку оставлю вам в описании видео можете посмотреть формата 2 вы покупаете запчасти по ссылочке я вас консультирую как собрать ничего сложного нету это первый формат и кстати проверено уже скоро выйдет видео как устанавливать это эту климакамеру в холодильник то есть уже их там штук 50 собрал все работает отлично ладно не об этом смотрите в общем формат 2 для вас его собираю за небольшие деньги так вот подвешиваем на вызревание примерно 45 недель у нас 4 4 недели мы ограничимся да будем смотреть по влажности самой капокколы насколько это не капоккола это панчета видишь надо делать капок так мы же же делали капокколу или просто покушать хочешь вкусная да согласен в общем 45 недель вызревания и естественно после вызревания мы с вами встретимся будет отдельное видео по дегустации панчеты мы сделаем это видео а пока представляем вам рецепт панчеты она получится вкусная ну как и капоккола собственно говоря я даже не знаю что вкуснее что капоккола более мясная капоккола это свиная вяленая шея у нас есть на канале рецепт можете поискать посмотреть очень вкусно причем очень много отзывов люди готовят получается вкусно пишет положительные отзывы что получилось бомба поэтому думаю вас заинтересует эта штука в общем друзья до встречи через месяц ларису заставлю участвовать дегустации потому что все говорят а жлоб лариса все делает а он дегустирует все сам нет я не жлоб будет лариса дегустировать теперь заставим ее она стесняется на самом деле в общем я заболтался до встречи через месяц на дегустации этой не капокколы панчеты всего доброго пока